Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша! Номер 909. События дня. Колоссиам 3.20-3.25. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Знаю, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправе. У него нет лицеприятия. И вот события за целый день. Это за вчерашнее, получается, 12-е, сегодня уже 13-е, и за предыдущее. Два дня мы трое были на Рыжковском Северном пруду. Там большой прорыв был, и пришлось всё размонтировать, деревянный короб вытащить, и сделали это. Трое работали. Я, Володя Пащенко и Марина Христенко. Я ей сказал, как-то она говорила, писала, что я здоровая, сильная, я могу мужика заменить на работе. Но скажу, что на деле оказалось не так. Она двух мужиков с половиной заменит. Два ведра всё время я накладываю, землю. Два ведра земли, ну, наложите. И ходите, носите, ну, недалёко, но всё-таки. И это целый день на жаре. С девяти, примерно, до пяти вечера мы пообедаем. Пообедаем, никакого часа там нет, сколько пообедали. Она всё заготовит, с собой привезёт. Без Марина мы бы это не сделали. Фактически вчера эту прорубу, на которую бульдозер нужен, Игорь отремонтировал и хотел бульдозер прислать. Мы отказались. Не надо. Мы сделали. Вот события. Весь день жарились. И какая-то эти, не то, что интересно, а зловредная мошка, вот кусает, как прогрызает тело. Тело вокруг делается, вокруг окуса, пятном, красным пятном, прямо кровавым пятном. Это даже никогда раньше этого не было. Ну, вчера пришлось на рукавники такие надеваешь, длинные, когда я печи делал. Да, Надежда Васильевна запасные сделала. И надеваешь так, чтобы они до локтей доставали, как рукава отрезанная с резинками. И рукавички закрывали. И сетки надели на голову. Такие, пщеловодные. Ну, прислали мне из города лекарства. Такой тюбик один. Я посмотрел, там 700 рублей. Без рубля, без каких-то. Из Индии. Решил, взял лечительное стекло, посчитал инструкции. Никогда не считал такой инструкции. Я насчитал, я сказать, какие побочные действия. Да только даже в комнату заносить такое лекарство нельзя. 25. Показано там жжение. Там фурункулы могут возникнуть у тебя. И надпочечная деятельность сбиться. Какой смертельный тюбик. Да это так, на всякий случай. Ничего себе, на всякий случай. Вот я дал человеку поесть хлеб и сказал, побочные действия, предупреждая себя, как сход снега с крыши. Напишут. И летом так и идешь, сход снега, никакой крыши уже нет и ничего. И здесь точно так же. Ну, вот написали. Я написал хлеб, а скажу, побочные действия такие тебя вспущат. Второе дело, там запоры будут у тебя от этого хлеба. Кошмары начни. Ну, кто его будет есть? Лучше на подножный корм перейти. Ну, и вчера обратно в Барнаул отправил. Ну, а как? Никак. Вот прихожу, помылся. В бане холодной водой зашел, помылся. Потом сметану выпросил тут и сметаной смазываю все укусы. И на лице у меня ужасно было. Спухло все. Лекарства применил один раз. Хорошее лекарство дал батюшка, там спасатель называется. Но у меня ничего не пошло. А от сметаны вот два вечера уже мазал. И сегодня, смотрю, больше половины исчезло красноты. А то красноты такие, как будто бы какая-то болезнь. Сейчас уже ничего нет. И не больно ничего. Правда, тут мошкара какая-то в комнату прорывается. Ну, кошек запускаешь, да. И поэтому я маску надеваю специально из непрокусываемой ткани военной. Давал мне из РТИ директор там один Хромов Анатолий Петрович. Поношили. И дышать можно. Где-то маленькая шея. Она как находит, интересно, и кусает. На ночь это еще отмахиваешься, вроде просыпаешься, где покусано, и видно. Вот шара там гвозди повытаскивал из досок. Теперь надо новый в одной канал делать. Никого нету. Володя, я, Марина. Дети здесь. А дети-то что? Двое, Дробот и Марина. Вот их трое. Всего-то, и которые остальные там к окрещению хотят из-за того, что там у них старшая дочь, она заканчивает, поступать надо. Я говорю, а при чем тут остальные? Ну и пусть она поступает. Остальных-то около нее зачем блокировать? Ну, у каждого свое. Батюшка приезжал, там писал насчет того, что землю отнимают, тут отняли уже и строиться не дают. Вот 20 дворов есть в Потеряевке. Все. Ни одного дома, чтобы больше не строили. И вплотную. Один начал строить. Бульдозером снесем. Ну, тут просто идиотизм какой-то. Принято решение Краевого совета депутатов о восстановлении Потеряевки, а не постройке 12 домов. А Потеряевки построить, это как раз 10-я часть только. Примерно 10-я. Ну, вот недоразумение теперь обращаться будут в органы. Как это поможет. События дня. Никаких событий-то и нету. А как? Работаем. Работаем. Пот заливает глаза. Щипет никак. Маленечко сетку сдвинул. Пошел, голову смощил. Прямо из пруда здесь. Фотографировались. Ролики будут. А Игорь поехал в город только сегодня. В среду. Во вторник не ездил. Пришел интересно вчера к Игорю. Кто дома-то? Он еще говорит Ереме, это не слышусь. Стоит, поливает. Мама там махну рукой. Действительно, мама там что-то на огороде, далеко, где картошка у ней. А Игорь сам староста с Терентьевым старшим вывозит навоз. Назем от коров. А там на тракторе, на колеса нам отталось грязи. А вот так молоко достается, вот так сливки достаются. Все работают. Вот в семье сколько есть, нет. Ну, Маша вышла замуж, там не видно. Все работяги. И лежат привязаны две собаки. Тут кошки три на крыльце. О, деревенская жизнь. А здоровый Алабай вырос. Подарили ему где-то щенка. А то я зашел вечером только. А да вот там положите. Он должен увезти у меня сегодня было. Лекарства отдать на место. Диску дать ход. Вот что там за неделю-то написано было. Написано много было. И занятия, и все. И я события дня даже не мог выставить. Не мог закачивать. Не закачивать. А сегодня встал. В мой мир вообще не могу проникнуть. У вас подозрения, что взломаны, и то другое. Ну, думаю, Володя подойдет. Я думаю, что ждать-то. Давай кривые эти буквы там заносить. Телефон. И открылось. Угадал. Обычно не сходится что-то. То ли действительно взломан был, то ли нет. Пришлось пароль менять. Ну, так вот. Новый день теперь. Сегодня сказал, будем отдыхать. Отдыхать как? То есть туда на пруд не поедем. А вот здесь надо по музею бывший, где лагерь, подправить, что побелить и все подготовить к принятию клиентов, если таковые все-таки будут. А сказать нам есть что. Это не обыкновенный музей, а музей наставления по опыту. Как можно в невыносимых условиях сделать все, что ты желал, чтобы дети отдохнули, научились работать, молиться, трудиться, играть, отдыхать, правильное питание. Вот это все мы будем здесь давать, показать. У нас оказалось, кроме того, что в лагере, в лагере перечисляется. Я сейчас могу даже просчитать. Вот это вот газета. Не газета, бумага. Не знаю, тут вы видать, не видать. Вот сообщение, уведомление. А тут нет с двух сторон, видно никак. Просвечивают буквы-то. Ну вот, что сказать. Не знаю, даже сейчас включу себе. Вот здесь вот я вот написал, ну, помогла мне Елена Анатольевна Барабаш составить вот это сообщение. Сообщение, уведомление. Значит, сообщение, уведомление. Ну, тут видно, не видно, не знаю. Оно так гласит. В краевую администрацию, в краевой музей, в газету «Алтайская правда» и в другие средства массовой информации. В поселке Потеряевка, Мамутовского района, Корченского сельсовета, на месте бывшего детского православного трудового лагеря «Стана» в честь священномущеника Климента Анкирского, казненного в 312 году, образован музей-комплекс для бедных лагерей. Вот интересно, название какое. Когда начинал это составлять, а теперь, главное, это вот на комплекс пойдет все. Я не ожидал. В него входят и часть строения на самой территории. На самой территории комплекс. Колодец, баня. Это уже за пределами лагеря. Лабос для хранения продуктов. Тестомес, игровая площадка, дополнительные склады для хранения постельных принадлежностей, одежды, обуви, небольшой огород, сад, линии электропередачи. Ну, вот так вот это плохо здесь вижу, но все-таки понятно. Передача для бывшего лагеря «Стана». Смотровой зал, кино, для кино. Вигвам, место для пятничного костра, картошки. Устройство для обеда и для молитвы на ветру, спасение от комаров. Специально созданный пруд «Южный» для безопасного купания детей, лодки. Это все за пределами лагеря. Что у нас относится теперь к музею? Показать, как вот это все надо было делать. Лагеря «Стан» активно и счастливо просуществовал 45 лет. В нем отдохнули и научились многому полезному для душ и тел тысячи детей и с родителями. Все музеи работают на прошлом, показывая то, что сохранилось от того, чему посвящен данный музей. Уникальность нашего музея, комплекс для бедных лагерей, название, именно в том, что здесь государство не вложило ни рубля в его создание. И деятельность музея направлена именно на будущее, дан пример бескорыстного служения Богу и людям. Чтобы побывавшие в этом музее смогли понять, что можно без миллиардных вложений в создание детских лагерей сохранить юное поколение для счастливой жизни в вечности, а не только здесь на земле. О деятельности этого православного лагеря «Стана» снято 475 видеороликов и государственные фильмы, занявшие первые места на международных киноконкурсах на первое место в России при чувстве режиссера Кузнецова Владимира Сергеевича Златоуса с Потеряевки. Просим внести в реестр данные о нашем таком убогом, невзрачном и бедном, на первый взгляд, музее, работающем для всех бесплатно. Главный лозунг лагеря «Стана» был «Россия должна встать, а Россия – это мы». Этому предшествовались следующие события. Вот теперь я переверачиваю с обратной стороны. Ну, ознакомимся. Неплохо видно, но никак по-другому. 29 июля 2016 года. Поселок Потеряевка. Часть протокола номер 52, дробь 1. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка. Повестка. Передача в собственность деревни Потеряевка. Построек. В скобках 8 келей для ночевок. Столовая на открытом воздухе. Кухня, пекарня, игровой зал, игровая площадка. Все огорожено. Детского православного трудового лагеря «Стана» в честь священномышленника Климента Анкирского, 312 год. Решили принять постройки лагеря «Стана» в собственность деревни Потеряевка. И в дальнейшем обеспечивать сохранность всех этих построек. Лагерь «Стан» не занимал ни одного квадратного метра земли, угодной для сихоза угоди. Оно-навозной кучи среди зарослей крапивы в 200 метрах от деревни к северо-западу. Это в 16-м году, когда... Какого-нибудь 29-го... Вот такой вот. Ну и далее 6-го 2018-го. Часть протокола номер 61. Поселок Потеряевка. Собрание деревенской общины. Поселок Потеряевка. Повестка. Лагерь «Стан» сделать музеем. Нужно сделать на месте бывшего лагеря музей-комплекс. Все постройки побелить, огородить и сохранить. Сделать таблички «Музей-комплекс» для бедных лагерей. Детские площадки нужно облагородить и пользоваться деревенским детям. Попросите Лапкина Игнатия Тихоновича, чтобы он по возможности, сил, взял на себя ответственность по ремонту лагеря для музея. То есть взяли, сделали, отремонтировали. Ну, как понятно. Там глиной подмазали. Сейчас белить сегодня хотели. Игнатий Тихонович ответил. Я ни рубля не прошу, только ваших молитву. Согласен. Помочь из лагеря «Стана» сделать музей. Все присутствующие жители поселка Потерявка единогласно проголосовали за то, чтобы на месте бывшего лагеря «Стана» сделать музей-комплекс для бедных лагерей. Бывший начальник детского этого лагеря «Стана», заведующий музеем, музей-комплекс для бедных лагерей, меня провозносили заведующим, 10.6.2018. День моего рождения, интересно, попало. Телефон 8-961-230-70-60 и 385-2-24-38-46. Вот такое сообщение, такие данные о нашем лагере «Стане». Работы еще много. Если бы людей-то было побольше, теперь надо бы одной канал копать. Не знаю, это только завтра, если сегодня у нас среда. Игорь уехал. Ну, как только будет где-то закачано. Здесь ни одного ролика не дает закачивать. Не дает. Я вчера позвонил своему программисту, как говорят. А это напряженка такая. Ну, в городе эта напряженка не влияла. Регулярно я выставлял. И еще события. Внезапно что-то сделалось с голубями. За два дня потерял 12. Притом самое сильное, породистое. Думал, хорек залез где-то. Вчера мы погоняли там, все в штанах походили. Нет. Он бывает задушит или колонок. Залезет и... Ну, на чердаке сегодня пойду. И вчера уже видел, что штуки 4-то еще может он задавить за ночь. Я их привез из города 8. Добавил. И чуть ничего не могу сделать. Никуда девать. Просто молимся. Голуби мои, голуби. Кто-то проникал, отравы насыпал. Потом покаялся. Приехал, пришел. Такое было. Ну вот мы работаем здесь. Работай. Федорова Мылевского только и вспомнишь. Работай руками, работай умом. Работай без устали ночью и днем. А там уж то будет, то будет пускай. Так, ну же, работать мы дружно давай. Вот так. Никаких других событий-то нету по интернету. Скайп полностью отключается до 10 октября. События едва-едва просматриваю. А сегодня встал и подозрение, что заблокировали нас. Взломан был Мейл.ру. Ну вот открылось опять. Ничего нового не можем сказать здесь. Вот. Теперь вот она открыта у нас. Пожалуйста. Это я вообще люблю эту систему. О, еще-то уведомление 26 открыть надо. Наталья еще, еще вот тут. Гобоб, кому что понравилось. Наталья усатая. Вот тоже сколько. Крещение собирается из Германии. Вот такое дело. Потом ленточный. Такой наш православный форум 1607. Ну и кратко вот выставляю, тут по 5 роликов. Такой открытым оком проповеди отдельно. Сегодня вот я это выставил. Глянь, Патерр Херусалимский. Непонятно, тут по одного еще выставлял, он почему-то не выставился. Надо будет посмотреть. Ну и паровославный библейский сайт. Тут сильно высчитывают, если я долго тут находиться буду утром. Даже встаю ночью, работаю, самое дешевое время. Сейчас уже 6-7 час пошел. Так что все, отключать надо. Вот на этом все.